Здравствуйте! В эфире программа События. С вами Марина Матвеевшина. И в ближайшие 20 минут вы узнаете все самое интересное, что произошло в Самаре на этой неделе. Вместе и навсегда. На этой неделе россияне отметили важную дату. Два года, как Крым стал частью российского государства. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о принятии республики в состав России и образовании двух новых субъектов федерации. Праздничные мероприятия прошли в каждом регионе страны. Масштабно Крымскую весну отметили и в Самаре. Торжества начались с утренней лыжной гонки на базе спортивного центра «Чайка». А в центральной части города состоялся студенческий флешмоб, в котором приняли участие больше тысячи человек. Размах народных торжеств оценил Олег Зверев. Историческая дата. Воссоединение Крыма с Россией отмечается всенародно. Мероприятия проходят во всех регионах огромной страны. От Севастополя и Калининграда до Сахалина и Чукотки. В Самаре тысячи участников собрались на площади на так называемый флешмоб в поддержку жителей Солнечной Республики. Это студенты, преподаватели и все неравнодушные, кто счел важным для себя заявить «Мы вместе и это здорово». Чувство патриотизма, то что Крым он наш, это наша территория и мы с радостью, мы гордимся этим. С точки зрения туризма мы приобрели очень ценный ресурс. С точки зрения истории мы вернули себе русскую резиденцию царей, мы вернули себе дачу Чехова. Мы вернули место, где Андрей Первозван и стал святым. Поэтому что изменилось? Мы стали более культурные, стали более присущи к исторической памяти нашего народа. История, она не дает мне мыслить о Крыме как о чем-то отдельном. Он всегда был наш, и люди, которые там живут, и люди, которые там служат, мы с ними, а не с нами. Если песни, то про Россию и Крым. Если вальс, то непременно севастопольский. Сегодня в Самаре эта тема звучала повсюду. За те два года, что прошли с момента исторического воссоединения, в Солнечной Республике уже и не вспоминают, что когда-то полуостров находился по ту сторону государственной границы. Вернувшись домой, крымчане в полной мере ощутили поддержку российского государства. Исакский район – подшефная территория Самарской области. Между нами устанавливаются прочные и взаимовыгодные связи. Но куда более важно культурное и историческое значение того, что Крым теперь вместе с Россией. Крым всегда являлся русской землей. И огромными усилиями во время Великой Отечественной войны мы его отстояли. Это было полито кровью наших советских солдат. Карта России, она всегда включала в себя полуостров Крым. И когда мы приезжаем туда, мы же сами на духовном, на сердечном уровне ощущаем, что это родная земля. И особенно важно, что сегодня именно молодежь приходит на патриотические мероприятия. И Самарская область первая направила в Крым своих волонтеров, в помощь жителям полуострова и уже как к себе домой. Как правильно в свое время отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, что Крым, Севастополь вернулись домой. И мы сегодня видим, насколько это было правильное решение. Мы сегодня видим настроение людей. Мы сегодня видим, какие идут преобразования в Крыму и Севастополе. И это действительно единый, исторический, это единый российский народ. А значит, у этого народа есть будущее. И это будущее звучит не иначе, как мы вместе. Олег Зверев, Константин Головин. События. Опасные повороты и интригующие приключения ждут флагманскую новинку автоваза. Первое серьезное испытание на выносливость. Немного волжского солнца на север привезет с собой оранжевый X-Ray. Городской кроссовер в компании уже бывалых «Лада-4х4» отправляется штурмовать арктическое бездорожье. Старт дан. В Тольятти команду пилотов-экстремалов в добрый путь провожала Марина Кравцова. Автоэкспедиция держит курс к морю Баренцеву. Флаг автоваза планируют установить в поселке Варандей Ненецкого автономного округа. Это одна из самых северных точек России. Маршрут проложен через стык Тывкар, Нарьянмар, Киров и Казань. Всего почти 7 тысяч километров. В суровых условиях севера, в межсезонье по снежной каше и льду. Опытной команде вазовских экстремалов не впервой рулить навстречу стихии. В прошлом году она побывала в горах Кавказа. Главное не пасовать, а приключения в пути гарантированные. На Эльбрусе проскакивали, там обвалилась дорога после дождя. Ну вот там проскакивали машины боком. Летело вниз было 400 метров, там можно было просто кубарем свалиться туда и все. Спали на хибинах, в палаточке, с утра проснулись, вокруг нас стаи волков кружил оказывается, а мы не заметили этого. Проверенных сложными трассами коней к северному путешествию подготовили. У Лада 4х4 богатый опыт экстремальных путешествий. Вот этот трехдверный автомобиль уже покорил Эльбрус. Поднялся на высоту почти 3700 метров над уровнем моря. Теперь легендарный отечественный внедорожник продемонстрирует свою всепогодность, устойчивость к арктическим морозам. Для этого автомобили модернизировали. Помимо прочих новшеств оснастили дополнительной системой теплоизоляции. На модели Лада 4х4 увеличили дорожный просвет, усилили шасси. Машины оснастили силовыми бамперами и порогами. Двигатели и коробки передач остались серийными. Кроме трехдверной и пятидверной комплектации Лада 4х4 в поездку отправится новинка – кроссовер X-Ray. Его даже улучшать не стали. Весьма амбициозная заявка. Конструктивно уже базовая версия приспособлена для длительных путешествий в любых погодных условиях. Высокий дорожный просвет и хорошая проходимость позволяют не зависеть от качества трассы. Мы позиционируем этот автомобиль как автомобиль-кроссовер, городской кроссовер, пока еще только в переднеприводном исполнении. Но даже в таком виде этот автомобиль вполне может претендовать на преодоление вполне внедорожных трасс. Особенности поведения машин на разных трассах и в разных климатических широтах участники экспедиции будут ежедневно записывать в бортовой журнал. Вернуться планируют ко второму апреля. Марина Красова, Артем Сулайманов, События. Пока одни испытывают себя на прочность, другие покоряют просторы интернета. Видеоролик о нетрезвой автоледи набрал сотни просмотров. Пытаясь уйти от ответственности, девушка устроила скандал в патрульном автомобиле. Белую иномарку инспекторы ДПС заметили в одном из дворов. Сначала процедура оформления протокола проходила спокойно. Девушка-водитель пояснила, что просто хотела перегнать машину поближе к дому. Полицейским аргумент не показался убедительным. Поняв, что лишение прав не избежать, нетрезвая девушка устроила дебош в патрульном автомобиле. Ты не надо, пожалуйста, а! Нет, я просто скажу, что вы изначально почему-то не делаете. Не надо прокираться, а! Успокойся, пойти еще разговаривать! Папа, ты, блядь! Не надо, что ты здесь, блядь! Успокойся! Папа, ты, я, блядь! По-хорошему разговаривал! По-хорошему разговаривал! Ты, блядь, начал мне протокол писать! Выстекло зачем разбили? Выстекло зачем разбили? Я его сейчас дальше разобил. Вместо будильника сирена в Самарской области прошла плановая проверка систем массового оповещения и населения. Что делать, когда слышишь вой сирен, знает Павел Баймаков. Внимание! Говорит оперативный дежурный. Начинаются третьи и четвертые этапы комплексной проверки региональной и местной системы оповещения. Утренний сигнал в Самаре был учебным. Систему оповещения в регионе проверяют дважды в год. Как правило, это первый способ предупредить жителей об опасности в случае авиаудара или, скажем, наводнения. Здесь, в Центре по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, об этом узнают первыми. Мы проводим оповещения как руководителей муниципальных образований нашей Самарской области и также мы проводим оповещения населения, то есть жителей, проживающих на территории Самарской области. До населения сигнал оповещения доводится электросиренными установками. Эти установки размещаются на крышах административных зданий, на жилых домах, высотных. Ложиться, стоять или бежать и искать укрытие. Что делать, когда слышишь вой сирен? Главное, говорят в Центре гражданской обороны, не паниковать, а постараться найти телевизор или радиоприемник, который сейчас есть во многих телефонах, и прослушать информацию. На сегодняшний день в городах и селах региона установлено более 500 сирен. Включаются они, как правило, автоматически. По данным Центра ГОИЧС, электронное оповещение охватывает более 90% территории области. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Помоги ближнему. Благотворительные акции, призванные помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, теперь проходят и в Самаре. Нуждающихся кормят горячими обедами, раздают им одежду и медикаменты. Время встречи – суббота, полдень. Репортаж Алины Чемерес. У машины, которая привезла еду, сразу выстраивается очередь. В основном здесь люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для некоторых свежие горячие блюда – гастрономическая роскошь. На обед горячий башкирский суп с пельменями, чай и свежий хлеб. Все с пылу с жару, прямо с кухни. Горячие обеды в Октябрьском районе будут раздавать в 12 часов дня по субботам. Несмотря на погоду, даже если будет дождливо, как сегодня. Вкусно, молодцы, спасибо. Очень хорошо и вкусно все было. И приятно, прям очень приятно. Кормление нуждающихся в микрорайоне авиационной организовали члены райсовета совместно с благотворительным фондом. Единовременно пообедать смогут 30-40 человек. Списки составляют работники ТОС. Акция «Помоги ближнему», кроме Октябрьского, каждую неделю проходит в Кировском районе города. Здесь люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают не только горячую пищу. Мы раздаем вещи, мы раздаем предметы личной гигиены. И мы занимаемся еще, у нас есть юридические консультации, у нас может выехать юрист-психолог на точке кормления. Мы консультируем по вопросу восстановления документов. Есть такие примеры, когда люди восстанавливали документы, когда люди восстанавливали даже права на жилье. Помогать людям надо, помогать на каждом этапе надо. Поддерживать человека, это очень важно, понимаете, потому что человек, который попал в такую ситуацию, он теряется. Он думает, что если он бездомный, он никому не нужен. Значит, кому-то нужен. Бездомным также готовы помочь с медицинским обслуживанием и при необходимости определить в больницу или в социальную гостиницу. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Помочь своим почкам призывают самарские врачи. Больница имени Середавина присоединилась ко Всемирному дню борьбы с заболеваниями почек. В этом году он впервые посвящен детским патологиям. Специалисты нефрологического отделения провели лекцию о болезнях почек для всех желающих. Как защитить детей от серьезных проблем, совет родителям от врачей записал Валерия Макарова. Больше года 15-летняя Вика Старостина привязана к аппарату «Искусственная почка». История болезни девочки началась в третьем классе. Казалось бы, с мелочи. У Вики заболела нога, от лечения началась сыпь. Врачи даже подозревали заражение крови. Однако диагноз не подтвердился, а девочку переводили из больницы в больницу. Я даже до 10 лет ни разу не болела. Только пупочная грыжа была, а простуда и даже не болела. Как заболела, у меня сразу часто простуда была. Каждый месяц в больнице лежала. Сюда привезли и сказали, что у меня почки отказали. Заболевания почек называют немыми, потому что на ранних стадиях боли в области поясницы нет, почки молчат. Насторожить родителей должны частые простуды, отеки, боли в голове, повышенное артериальное давление, анемия. Это уже повод сделать общий анализ мочи и крови ребенка. Он поможет диагностировать заболевания почек. И, как всегда, проще предотвратить, чем лечить. Активный образ жизни здесь первый помощник. Кроме того, почкам, особенно детским, нужна здоровая пища, а не фастфуды и полуфабрикаты. Следующий обязательный момент – это водный питьевой режим. Обязательно ребенок должен выпивать до двух литров воды. И так, чтобы почкам мы помогли с вами вымыть все те продукты вредные, которые в течение дня ребенок употребил, не дай бог, или которые организовались в организме. Детская заболеваемость мочеполовой системы в Самаре выше, чем в среднем по региону и России. Это связано в том числе с хорошей диагностикой болезней. Так, в год через нефрологическое отделение больницы Середавина проходит порядка 1300 детей. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События. А где находятся почки? И как вообще устроен организм человека? Какие органы чувств нас обманывают? А какие, наоборот, помогли выжить в процессе эволюции? Заглянуть в удивительный внутренний мир можно на выставке «Живые системы» в музее Алабина. Экспозиции интересны не только детям, но и учителям. Они тоже учатся превращать уроки биологии в увлекательные квесты. Лариса Шулафаст открыла для себя много нового. Путешествие внутрь человека предлагает выставка «Живые системы». Здесь даже самые маленькие посетители поймут, как человек различает вкусы, увидят, как работает кровеносная система и как устроены внутренние органы. Одно дело изучать строение тела по учебнику, совсем другое на наглядном макете. На выставке есть вот такой разборный человек. Здесь можно не только рассмотреть внутренние органы, но и узнать, где они находятся. В экспозиции больше 50 экспонатов. В Самару привезли только часть Московского музея человека. Выставка проходит при поддержке Федерального информационного центра образовательных практик. Его основная задача – внедрять современные обучающие методы. Для этого проходят бесплатные экскурсии для учителей. Здесь им объясняют, как обучать, развлекая. В рамках этой технологии мы как раз-таки пытаемся показать, что обучение может быть интересным, познавательным. И не только это голая заумная теория, но это еще и интересная, увлекательная, имитационная практика. После экскурсии педагоги под впечатлением и охотно берут на вооружение новые методы. Казалось бы, вот то, что нам уже известно, можно действительно применить и на уроке в начальной школе. Особенно на предмет, вот такой предмет мы ведем, как окружающий мир. И знакомство с человеком, когда мы строение человека изучаем. Я думаю, что вот сегодняшняя экспозиция помогла бы каждому из нас провести урок более интересно. Выставка «Живые системы» будет работать до 15 мая. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Время подумать не только о теле, но и о душе. На этой неделе начался Великий пост. Этот период верующие называют весной души. В церковной традиции Великий пост призвал подготовить христиан к Пасхе, главному религиозному празднику. В ближайшие шесть недель православным верующим предстоит держать себя в строгости и отказаться от мирской суеты. Алина Чемерец встретилась с теми, для кого вера – высшее благо. Каша геркулесовая, без масла. Потом гороховая каша. Это на первой неделе. Поста кисель. Без изысков, но вкусно, уверяют повара. Супы и каши сытные, хоть и на воде. Сегодня подают пищу на стол чуть теплой, таковы церковные правила. В Самарской духовной семинарии повара готовят на 200 человек. Стараются, чтобы постная пища по вкусу не уступала той, к которой привыкли. Вкусно. Мы же добавляем приправу, зелень, петрушки, укропа, всевозможные специи. Лимон очень хорошо приправляет, аппетит придает. Овощи, картошка, хлеб – таков постный стол. Первая неделя Великого поста – самая строгая. Потом в пищу можно будет добавлять немного растительного масла. А вот от мяса следует отказаться до конца Великого поста. Что интересно, в Дни Великого поста, по данным Росстата, в последние годы продажи мяса в России снижаются на 10%, а заказы постных блюд в кафе и ресторанах составляют треть от общего числа. Но строгость в еде, подчеркивают священники, не главная. Великий пост – это не время диеты. Он должен напомнить человеку о самом важном – о душе. Это еще и время воздержания своих внутренних чувств. То есть самоанализ, работа над собою, над своими словами, поступками. Пост дает возможность человеку обновиться и душою возвыситься над своими какими-то вредными привычками, земными обязанностями. К этому просто стоит привыкнуть. Если постоянно соблюдать пост, то тебе в будущем становится легче. Увеличивается прилив сил. Вроде питание становится намного меньше, но сил почему-то становится больше. С Божьей помощью, наверное, все происходит. Чтобы дни, проведенные в воздержании, пошли во благо, отказаться нужно не столько от скоромной пищи, сколько от дурных мыслей. Для верующих великий пост – подготовка к главному христианскому празднику – Пасхе, которая в этом году выпала на 1 мая. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Кто такой Цезарь великолепный и откуда он взялся? В Самаре представили первый изданный самарский комикс. Художница из Тольятти несколько лет создавала историю о необычном юноше. Комиксы зародились еще в 16 веке в Валенсии и Барселоне. Но свое колоссальное распространение получили значительно позже, в Америке. Потом эта культура пришла и в Россию. Как живется главному герою вымышленного государства, расскажет Мариана Мирная. На глянцевых страницах приключения необычного героя – Цезаря Великолепного. Рисованного персонажа придумала и воплотила в жизнь Тольяттенко Алена Спиридонова. Рассказывает, комиксами увлекалась, с детства потом решила создать собственную историю с национальным окрасом. Теперь с гордостью презентует первый изданный комикс. Несмотря на экзотическое имя главного героя, действие происходит в имперской России, вымышленном государстве. Это история чисто русская. Мне хотелось бы продвигать в своем комиксе чисто русскую культуру. Несмотря на то, что я использую английский стиль, стимпанк, он зародился в Англии. Но я хотела бы применить его на России, чтобы посмотреть, как это вообще возможно совместить несовместимое. И продвигать российскую культуру, российских героев, российские истории. В последние годы поклонников комиксов становится все больше, причем не только читателей занимательной литературы, но и авторов. Последние объединились в сообщество мастерская авторских рисованных историй, сокращенно МАРИ. Проект поддержала Самарская областная юношеская библиотека. Здесь на полках можно найти и Цезаря, и другие комиксы. Всегда приятно, когда в Самаре появляются новые таланты, которые всерьез занимаются этим видом искусства. И хотелось бы, чтобы все больше людей узнавало о самарских комиксистах. Алена Спиридонова уже работает над продолжением увлекательной истории парня с необычным именем. Автор обещает, что фантастический мир комикса будет наполнен мистическими приключениями, опасными поворотами и интригующей развязкой. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. Такое увидели в Самару на этой неделе наши корреспонденты. Ярких вам событий. До встречи. Продолжение следует...